Добрый день, меня зовут Ивлев Николай. Тема его доклада это исследование взаимодействия вихревых лазерных пучков с микрорельефом на каварбазол, содержащем азополимере. Лазерные пучки с вихревой фазовой сингулярностью и предотвращенными особенностями широко используются в задачах микроскопии, телекоммуникации, обработки материалов и оптическом микроманипулировании. Особо место среди указанных оптических вихрей занимают пучки с неоднородной пространственной составляющей, которые позволяют при острове фокусировки менять соотношение компонентов электрического поля. Для формирования изменений пучков с вазовой сингулярностью и пространственной особенностью возможно использование жидкокристаллических модуляторов, которые позволяют видоизменять формируемые пучки в процессе работы. Однако формируемые структуры пучка сильно ограничены физическими неоднородностями, обусловленными достаточно большими размерами пикселя. Схожая ситуация складывается при распределении компонентов электрического поля с помощью оптических анизотропных кристаллов, применение которых затрудняется неосуществимостью динамической подстройки оптической системы. Наиболее эффективным способом формирования выхлевых пучков является использование дифракционно-оптических элементов, специально синтезируемых. При острове фокусировки пучка с помощью доя орбитальный и спинный угловой момент взаимодействуют, в результате чего переспределяется напряженность компонентов электрического поля. Поэтому выбор различных сочетаний поляризации и фазы пучка приводит к изменению соотношения данных компонентов. Перспективным подходом в реализации дифракционно-оптических элементов является использование азополимеров, отличительной особенностью которых от других фоточувствительных полимеров является обратимая трансцисфотоэземеризация азохромофоров, сопровождая молекулярные перриентации, что позволяет динамически изменять распределение в амплитудах фазового пропускания. В настоящее время разработаны методы записи на различных азополимеров материалов, как периодических гармонических структур, так и одиночных микронеровностей, в том числе с вихревой фазой. Взаимодействие тонких пленок азополимеров с такими вихревыми пучками приводит к формированию элементов, обладающих хиральными свойствами. Сформированные пленки азополимера, микроструктура, в свою очередь, могут уступать в роли оптических элементов, обладающие возможностью динамического управления. В настоящей работе рассматривается взаимодействие вихревого лазерного пучка с пленкой карбазол-содержащего азополимера, который был получен с формизации полиэпоксик-пропилкарбазола и хромофора дисперсионного оранжевого ДО3. Полимер наносится на поверхность стекла К8 методом центрифугирования. Вихревой гауссовый пучок формируется дифракционным элементом со структурой типа вилка. Оптическая схема экспериментального стенда представлена на слайде. Лилейно-поляризованное лазерное звучение длиной волны 405 нанометров проходит через диафрагму D и расширяется коллиматором, стоящим из двух линз и пенхола. Далее луч падает на дифракционный элемент и фокусируется объективом с числовой ампературой 0.15 на поверхность азополимера. Линза перед образцом является объективом. С помощью неполизующего светоделителя и камеры CCD1 осуществляется настройка фокусировки пучка на поверхности азополимера. А камера CCD2 регистрирует изменения прошедшего через полимер пучка. При эксперименте плотность мощности в фокальной пятне составляла 2 ватт на сантиметр квадратный. Также на слайде представлено изображение сформированной микронировки, полученное на сканирующей зону в микроскопе. Видно, что форма несимметричная и в центре имеется небольшое возвышение. Для исследования динамики изменения интенсивности прошедшего пучка от поглощенной дозы изменялась длительность облучения и регистрировалась картина интенсивности. Результаты эксперимента приведены на слайде. Видно, что с увеличением дозы облучения происходит увеличение интенсивности в центре пучка и образование колец вокруг. Чем больше длительность облучения, тем кольца наибольшим образом проявляются. На данном слайде представлено также определение направления поляризации. видно, что оно также соответствует игре поляризации сходного пучка, то есть поляризация в процессе прохождения луча не меняется. Дальнейшая работа будет направлена на детальные исследования зарегистрированных эффектов и их монетическое моделирование. Спасибо за внимание. Доклад окончен. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...